итак ну что ж ариару мои маленькие любители покушать у микрофона как всегда ваш покорный слугам амору и мы продолжаем с вами играть такую увлекательную игрушечку как вальхелем ну и как я люблю это говорить за которым произошли кое-какие изменения а в частности я немножко подразобрался с едой и подготовился к боссу которую я планирую сейчас и пойти убивать можем наблюдать здесь и этого самого древнего на которого я сейчас планирую пойти с очень агрессивными настроями во первых как вы можете помнить я находил никсов которые обитали у меня возле дома прямо возле речки и я убил парочку еще мне было в сундуках и у меня получилось добыть немножечко их жареных хвостов а также у меня получилось достаточно много приготовить мясо оленей и прочих живностей которые обитают у нас просто в лесу вон один например нами остается и очень своими добрыми глазами смотрят также помимо прочего я все-таки скрафтил себе меч вместо той алебарды которым я была и честно я помогался им и он мне ни разу не разочаровал а также я себе скрафтил лук именно уже хороший лук он также скрафтил все у нас на верстаке для него примерно такие же ресурсы нужны были как для обычного лука поэтому с этим проблем я думаю не возникнет никаких также я для него скрафтил наконец стрелы огненные и обычные кремниевые стрелы но сейчас я в последний раз перед боссами ложусь спать и я надеюсь я здесь сохранюсь на случай если я каким-то чудным образом умру от этого босса помимо всего вышескаженного я все-таки скрафтил себе полный сет брони из кожи тролля я все-таки достаточное количество убил и также все это проапгрейдил наше дело до второго уровня помимо всего прочего я также меч проапгрейдил до 2 уровня а лук аж до 4 для призыва этого босса как я почитал на википедии потребуется 2 вещи непосредственно сам алтарь и непосредственно вот эти вот древние семена древние семена как я понимаю можно надо быть из монстров которые нападают веролом на наш дом вместе с рейдом за все время я отбил максимум 2 рейда с небольшими потерями, но опять-таки. И для призыва этого босса нужны 3 семья. Поэтому я думаю, что все у нас с вами получится. Ну что ж, я думаю, мы готовы с вами призывать его. Я приношу жертву. Экран трясется. Все это классно. Выбираем сразу с вами лук. Нужно сразу, давайте, попитаемся. Поднакомим себе здоровье. Я зря, наверное, не выпил их сразу. И вот наш древний призывался. Все, можно его атаковать. Зря все-таки не сразу поел у нас. Я боюсь, что меня сейчас он быстро задавит. Атаковать я его буду в приоритете огненными стрелами. Ну, я думал, что он реально какой-то большой. Я к нему так готовился усердно, а он завис просто. И не собирается вообще меня никак атаковать. Но это достаточно скучно, скажу и вам. Но опять-таки к нему я лезть не рискну. По моей памяти, Эктюр был куда сложнее, нежели вот этот вот босс. Мы получаем с него трофей и ключ. Именно то, что мне было необходимо. Именно то, что доктор прописал. Я не считаю то, что я богаюзил, убивая его именно вот таким вот образом. Если разработчики это позволяют сделать, то почему бы и нет. Я находился от него достаточно на небольшом расстоянии, но тем не менее он был способен до меня дойти или хотя бы дистанционными атаками убить. Поэтому все на волю разработчиков. Они позволили мне так убить, я так и убил. Но если честно, хотите знать, по моему мнению, это был самый легкий босс. У нас теперь есть с вами ключ, который очень сильно воняет, допустим. И также у нас есть трофей этого самого древнего. Трофей мы должны отнести на алтарь, который у нас находится недалеко от нашего дома. Что есть очень замечательно, но пока плыть туда, как вы понимаете, не очень мне улыбается эта идея. Поэтому я сначала предлагаю вам найти это самое болото, чтобы мне уже пойти исследовать его на наличие руин, которые помогут мне в добыче того самого железа для начала новой эры. А это значит, что мы теперь с вами должны сесть в эту лодку и отправиться непосредственно на поиски этого самого болота. Если я все правильно понимаю, оно должно находиться еще дальше от нашего дома. И я предлагаю, знаете, как с вами поступить, сейчас переплыть этот остров и отправиться куда-нибудь дальше. Я не знаю, что меня ждет на самом деле. Я достаточно далеко попутешествовал. То есть как вы можете понимать, я отсюда начал путешествие. Наскнулся здесь на черный лес снова. А здесь уже пошли луга и я решил взять и пройти здесь по краю. Здесь я обнаружил еще один получается островок, где тоже были как ни странно биом лугов. И нашел здесь вот странные такие сооружения, а дальше виднеется какие-то неизвестные мне доселе земли. И я надеюсь, что это непосредственно именно болоты или хотя бы какой-то новый биом, который я до этого не исследовал. Так, ага. Стоп, что? Это было крайне неожиданно и интересно. Я встретил доселе неизвестного какого-то моба, который был очень жесткий и он меня с двух ударов вынес, несмотря на мою броню, несмотря на мой щит. Видимо, я слишком расслабился в этой игре. И она сказала, держись стой, но иначе тебе будет большая пися. Ух, уже 43-й день там. Ну, как я люблю это говорить. Прошло буквально часа три, наверное, с момента прошлой моей смерти. Как вы можете помнить, это произошло именно вот здесь вот. До сих пор даже здесь черепочек у меня висит. И мне приходилось исхищаться и вытворять какие-то невероятные кульбиты для того, чтобы просто сюда добраться. Но и я не расстраивался и также на моей супер-пупер-лодочке отправился на поиски того самого болота. И чтобы не нагромождать серию, я сделал это за кадром и нашел вот здесь вот то самое мое болото. Также уже построил здесь кибиточку небольшую и успел даже немножечко разгрузить свой инвентарек. Также по пути мне встретилась парочка пиявок, из которых я надыбал потроха и надыбал кровавую тушу. На самом деле я без понятия, что это можно это есть или можно это приготовить, но я не хочу как-то рисковать. Впоследствии может быть как-то я это и использую. Но пока именно мой кит выглядит вот таким вот образом. Я надеюсь, что всего мне хватит для того, чтобы нормально пофармить в этом болоте. К сожалению, я забыл с собой взять нормальный свой станок с инструментами, но надеюсь, что всех тех ресурсов, которые у меня есть сейчас вполне хватит для того, чтобы здесь как-то пофармить и развиться. Насколько я знаю, мы с вами вместе сейчас должны попробовать найти небольшой донжон, в котором и будут находиться непосредственно нам необходимые сейчас железные залежи. А вот, кстати, и первый моб наш. Здравствуйте. Какой-то он жирный очень этот моб. Он мне одним ударом снес все хп практически. Нормально, главное. А, ну я сносил мало хп, потому что бил по счету непосредственно. И опять-таки с него выпадают эти самые потроха. Не знаю пока, где их применить, но тем не менее. Я хочу попробовать сначала отсюда вывести хотя бы стака 4 этого необходимого нам железа на лодочке, а уже потом выносить отсюда на более улучшенные лодочки, если нам позволит железо скрафтить таковую. Оставшиеся ее части. А вот и первые наши вражины. Это слизни, которые наносят мне урон непосредственно отравлением. Зараза такие. Трофей. Замечательность. Что еще падает? Жижа. Отвратительно воняет. Выглядит того хуже. Понятно. Вон, я вижу вдали какой-то огонек. Сейчас надо будет попробовать туда сбегать. Может быть там что-то интересное будет. Какой-то сигнальный факел, какой-то сигнальный огонь. Теперь у меня опять-таки вопрос, что это такое. А, огненные твари? Сорутлинги? Последний раз сорутлингов я видел в Скайриме. Нет, ребят, извините, я не к вам. Хотя и выносятся они с двух ударов. И хотя падает с них как бы уголь, который мне сейчас нафиг не нужен. Самая разумная тактика от этих сорутлингов это сбежать. А вот походу и вход в наш донжон. Главное вот этого следника сейчас убить, не дав ему подойти ко мне. Это был бы здоровый слайм, который разделяется на двоих. Это смерть. Это просто смерть. Блин. Такой подлянки от него я вообще никак не ожидал. Надо будет сейчас попробовать сделать небольшое убежище рядом с этим местом. Что-то мне подсказывает, то в этом данже я буду умирать очень часто. Но и заодно мне надо будет иметь небольшое пристанище, где я буду чинить свои инструменты и оружие. Ух ты. Призраки? Что? Простите. Я тут строил себе дом, нормально никого не трогал, тут призрак. Знаете вам. Еще очень больно бьющийся призрак. От него как-то не очень получается и уворачиваться на самом деле. И что мне с тобой прикажете делать, господин призрак? Я струбил какое-то дерево. Получил старый, во-первых, кору и непосредственно возможность строить большой костер. Пока не знаю, зачем мне это, но не важно. Надеюсь, что это когда-нибудь мне допригодится. Да. Мощность топора у меня практически совсем кончилась. Это максимум, на что мне хватило на вот такую кибитку. Что ж, пойдемте. Зачищайте это данж. Не знаю, насколько у меня сильно это получится, учитывая, что у меня ресурсы уже все поломаны, особенно меч. Ну, надеюсь, хотя бы что-то из этого да получится. Я очень сильно надеюсь, что количество монстров в этих пещерах ограничено и особых проблем с этим не возникло. А вот, кстати, куча грязного лома. Блин. Ага, опять меня отравили. Я хотел сказать то, что зато мы нашли с вами кучу грязного лома. Если я все правильно понимаю, это непосредственно то самое железо, которое нам не было необходимо. Да, металлолом. Вес 10 у каждого единицы. То есть мне по-хорошему сейчас бы выбраться наружу, скрафтить себе парочку непосредственно тех самых сундучков и уже от этого попытаться плясать. А вот и молоточек наш сломался. Это, конечно, очень плохие новости, но надеюсь, хотя бы парочку сундучков я могу же скрафтить. Сейчас попробую хотя бы себе сколько смогу добыть этого самого железа и уже отправиться домой для того, чтобы здесь уже поставить нам инструменты, необходимые для починки. В частности, это тот самый кузнечный молоточек. Но для того, чтобы непосредственно мне заняться тем, что я добуду здесь железо, необходимо хотя бы попытаться убить всех, кто здесь находится. Я, походу, умер. Бля, не хочу. Ну нет. Ну нет. Ну я так не играю. Кстати, тут есть сундук с корой и 19 сразу металлолома. Это очень хороший сундук тут был. Мне бы с ним как-то попробовать дойти до дома. Ну, как до дома, до временного пристанища моего. Вроде, на самом деле, я всех убил, кого только можно. Теперь мне осталось, на самом деле, только прокапываться. И теперь мы добываем необходимое количество железа, чисто чтобы кирка у нас кончилась, потому что больше мы добыть не сможем. И отправляемся домой по моему плану, по крайней мере. На самом деле, мне нравится тот факт, то, что весь этот лом, который здесь у нас есть, ломается с одного удара. А не как я добывал ту же медь, которая ломала, к сожалению, удара с трех, а может быть с четырех. В идее, эту часть пещер я уже зачистил. Где были эти драгры, осталось только у меня раз выход, два выход, и все. А, ну еще вот эти два прохода у меня остались, которые я еще не следовал. Тем временем, кирка у меня практически уже закончилась. Либо ее как-то нужно проагрейшировать, либо уже желательно скрафтить новую си кирку. По идее, у нас обе кирки сломались. Все, мы с вами выходим. По-хорошему, как-то нужно сюда постараться пригнать корабль. Блин, это очень, наверное, проблематично будет сделать, учредит, что у нас корабль здесь. Сейчас я взял немножечко еще металлолома, хотя бы себе до стака. И попробую сейчас найти выход к морю из этого болота, для того, чтобы пригнать сюда непосредственно корабль и уже на нем отправиться в наше путешествие домой. Вот, кстати, выход к морю. Все, получается, вот сюда вот мы сразу можем с вами пригнать корабль без зазрения совести и вообще без всего. И я уже отправляюсь за кораблем и буду его сюда как-нибудь стараться приширтовать так, чтобы его не убили. 45-й день. Корабль, он должен был быть где-то здесь. Не говорит, что его разрушили? Это будет фиаско просто. Ну, и судя по тому, что вот эту вот качественную древесину я нашел у себя вот здесь, получается, в воде. Несмотря на то, что я здесь именно и оставлял нашу лодку, можно сделать вывод, то, что какой-то собака очень эффективно ее разрушил. Тем самым, не оставив нам и шанса на то, чтобы спокойно добраться до дома. Это очень плохие новости и мне придется сейчас как-то, наверное, строить плод для того, чтобы добраться до базы. Потому что иного выхода я не вижу. Но в таком случае я не буду, наверное, затягивать и в спокойной атмосфере доставлю весь металлолом, который я здесь добыл, на базу. Возможно, я часть этого металлолома просто перекрафчу в гвозди и из гвоздей сделаю себе новую шкуму, если для них не нужны какие-то чрезмерные ресурсы. На самом деле, я все это решу, когда уже буду заниматься непосредственно этим и уже когда доставлю вот это вот хотя бы 24 единицы металлолома домой. Ну и пока на таком прекрасном моменте я буду с вами потихонечку прощаться. У микрофона было, как всегда, ваш покорный Злогам Амору и еще услышимся. Злогам Амору